Ну что, 20 апреля 2024 год проголосовал такий конгресс Нижняя Палата за помощь Украине. И в общем-то, если сейчас, ну Сенат должен проголосовать, я не знаю, на следующей неделе, наверное. Там все проукраинские, проблем не должно быть. А Байден, я не знаю, он публично объявлял о том, что будет поддерживать эту помощь Украине. То есть, если его там кондрашка не хватит за эти три дня, то получается уже где-то к инаугурации якобы президента Путина, от этого галого гнома. Можно ждать россиянам много сюрпризов здесь у нас в Украине, а может и не только в Украине. Потому как, это же помощь 60 миллиардов долларов. Чтобы вы понимали, ребятки, оцените разницу. Вот сейчас третий год войны идет, да? За это время нам пришло от Америки, от Соединенных Штатов 44 миллиарда. А это 60 миллиардные, которые на несколько месяцев там рассчитаны. Ну, есть у меня такие смутные предчувствия о том, что в этом году мы войну с Российской Федерацией закончим. Потому как к этой помощи есть, допустим, датчане сейчас. Молодцы, спасибо большое. Сейчас заказывают прямо на наших оружейных заводах, заказывают на украинских оружие, которое потом нам же и оставляют. Спасибо большое Королевство Дании. Королевство Дании. Нидерланды, немцы. Немцы вообще низко кланяются. У меня, я же говорю, у меня свой интерес. У меня там сейчас и мать, и отец, и сестра, и племянник. Все на содержании Германии. Спасибо большое. Спасибо большое Франции за Сезары. Спасибо Америке за Брэдли. Потому как, пускай Абрамсы себя, скажем так, не оправдали, но Брэдли себя показывает просто великолепно. Понятно, что я преисполнен оптимизмом, но уж слишком тяжело было последние месяцы. Понимаете, у меня не осталось поводов для пессимизма. Погибшие, контуженные, раненые, выбывшие. И сейчас, самая темная ночь перед рассветом. Все буду Украины.